Приветствую вас, Ника. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, наверное, хочется сказать, что вот с самых первых слов вашего текста уже невооруженным глазом видно, как вы привыкли в некоторой степени пренебрежительной к себе относится. Нет, конечно, я могу ошибаться, может быть мне это только кажется, на самом деле, может быть это не так совсем. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, помогите мне собраться. Ника, знаете, многие не любят, когда я задаю такой вопрос, но мне хочется его задать, в том числе вам хочется его вернуть. А как вы представляете себе это происходит? Ну, то есть, как вы представляете, что человек со стороны вам поможет? По тексту, я имею в виду. То есть, вы с вами не можете разобраться. Человек прочитает ваш текст и поможет вам разобраться, увидеть со стороны, посоветовать. Так это работает, по вашему мнению. Потому что выглядит пока что именно так. Ну, если в такой позиции судить, то, на мой взгляд, это мало чем отличается, например, от истории советчиков, когда просто советуют какие-то вещи. Мы же все-таки психологи. Вот. Поэтому, как именно вы себе представляете помощь вам в разборе этой ситуации? Дальше. Вы пишите. Я взрослая теорка, осознаю, что насилую свой мозг и не только, но ничего поделать с тобой не могу. Ну, а здесь, пожалуй, вы говорите про такую вещь, как навязчивые мысли. Навязчивые мысли, это когда человек насилует себе мозг и не может ничего с ним поделать. Могут быть вызваны, ну, могут быть сами по себе, да, вызваны довольно многими событиями и вещами, вот. Но, как правило, это определённые непрожитые или непрожитые, как угодно, эмоции. То есть, если вы себе что-то блокировали, ну, раньше, например, вот, то что навязчивые мысли в этом выражают. Вы понимаете? Какая штука. Поэтому где-то вы блокировали, заблокировали, точнее, свои переживания, чего у вас возникает такая вот реакция. Это абсолютно нормальная история здесь. Поэтому нужно смотреть, что стоит за этими мыслими навязчивыми, вот. И стараться прожить именно вот эти чувства, которые лежат за мыслими, вот. Понимаете, да? Так вы просто на поверхности плаваете, вот. Дальше. Идём. Я знакома с парнем очень давно. Мы раньше не общались, когда мы знакомились, потому что на лицо не ухаживало за другой девочкой. Мне нравится, и мне пришлось ответить на мыслим. Занят. Жас. Ну, мне кажется, Лиз, вы в какой-то степени решили просто не влезать в это. То есть вы решили просто не ввязываться в историю, вот, в которой вы, вероятно, можете проиграть. С меня вот такое ощущение возникло, что не хотели вы прямой конкуренции. Само собой ничего плохого в этом нет, потому что вы не хотели принимать конкуренции. Но важно не обманывать себя, да? Потому что, ну, если человек вам нравится, если человек вам нравится, то нет ничего плохого и дурного в том, чтобы проявлять к нему какие-то чувства. Вот. Чувства, да, в том числе чувства, ну, позитивные чувства, в том числе, проявлять к нему. Вот. То есть, ну, что плохого будет, да, если вы вот эти чувства, да, ну, проявите, вот, что к нему, к человеку. Вот. Поэтому, тут вам, на мой взгляд, нужно пригнаться с собой. То есть, на мой взгляд, вам нужно быть честным с собой, да, и увидеть этот момент, в котором вы, ну, выбрали, то есть, вы сделали выбор, пользу того, чтобы не участвовать в борьбе. Такой вот. Поймите правильно. Поймите правильно, нет. В этом ничего плохого нет. Вот. Абсолютно ничего плохого нет. Ну, вопрос в том, азнаете ли вы выбор, который, который вы совершали, ну, совершили или совершали. Вот. Давай. Дальше. Дальше. Так. Секпор прошло тысяч пять лет, а на самом деле девушка, я родила ребенку, сходила замуж и развелась. Ну, здесь я полагаю момент в том, что был не очень удачный у вас опыт, как мне кажется. Вот. Не очень удачный опыт у вас был. Выстраивание отношений с, ну, с мужчинами. Вот. И, соответственно, скорее всего, вас это, ну, травмировало. Вероятно. Вероятно. Вероятно, что вас это травмировало. И мне кажется, что это может влиять на то, как вы сейчас себя чувствуете, как вы сейчас себя ощущаете. Ну, потому что, ну, очевидно, что у вас были надежды. Очевидно, что у вас были и мечты. Очевидно, что у вас были какие-то ожидания вот, ну, от ситуации с мужем. Мужем, теперь еще бывшим мужем. Я полагаю. Я полагаю. Вот. И так далее. А все это, как мы видим, не совсем, мягко говоря, сложилось. Вот. Вот. Поэтому важно исключить вероятность того, что на вас это может влиять. Да? Что важно? То есть вы сходили там, родили ребенка, сходили замуж и развились. Вот. Вот. Вполне вероятно, что и с мужем вас, бывших мужем, у вас теперь отношения были, ну, не совсем, может быть, искренними. Потому что вы переживали, переживали симпатию к другому человеку. Вот. Ну, решили не бороться. Вот. Решили вы, может быть, и правильно, но вот, что важно, внутренне этот выбор, может быть, не принял до конца. Вот. Ну и, как мы видим, как мы увидим, в дальнейшем, судя по всему, это подтвердилось. То, что вы, ну, вот, не приняли, судя по всему. В твой же выбор, да? Вот. То есть посчитали, что это ваш выбор. Ой, это выбор мужчины. Не ваша мужчина, это мужчина. Вот. На самом деле, это, конечно, ваше решение было. Дальше. Развод и тра... это травма. И тут мы начали общаться с тем парнем. Все вроде не плохо, но часто у меня не отпускают ситуации в прошлом. Я полагаю, что вы не прожили до конца. Я полагаю, что вы вот эту вот ситуацию, ну, отверженно считаясь до соотвержения, до конца не прожили. И, соответственно, она вот тянет. Назад тянет в прошлом. Дальше. Вот. Меня не выбрали. Вот. Тут момент такой. Если меня не выбрали, то какая я. Понимаете? Вот. Вот. То есть как на вас повлияло то, что у вас не выбрали. Вот. Вас это задело. Вас это уязвило. Вас это унизило. Так. А дальше. Почему вы считаете, что вас не выбрали? Почему, например, здесь нет того, что я не выбрала? Ведь могли же, в принципе, не выбрать и вы. Вот. То есть суть идет, как вы понимаете, я надеюсь сами, некоторый упор на вот этот момент, что мне нужно во мне что-то. Вот. И ваша симпатия, вот, к мужчине, возможно, я не говорю, что это сто процентов. Вот так. Но, возможно, ваша симпатия к мужчине тому только лишь способствовала. То есть она способствовала тому, что вы считаете, ну, вы помогаете, что вас не приняли. Вот. Не выбрали, возможно. То есть если бы, если бы он вам не нравился, да, мужчина, ну, мужчина, я имею в виду, то, может быть, и без разницы вам было бы, приняли вас или нет. А вот так он вам нравился, а как бы не выбрался. И это очень неприятно. Главное увидеть связь. Обновать другим здесь. Потому что, ну, получается, что здесь очень зависит от поведения другого человека. Дальше. Он говорит, что я нравилась тогда, но... Ну что? Я не могу переступить через себя. Как бы это мне больно и хорошо. Не хочу и хочу еще. Мне так хочется сделать не больный связь. А там стоит компенсировать. Следствие не провоживаться обидом. Я психую лично себя. Небольная ситуация. Без тебя с башкой нет. Нет, нет, нет. Никаких без башки нет. У меня до истерики влечит. Я тогда бегал за другой. А сейчас мне говорить люблю не могу. А вот давайте немножко, может быть, поглубже в это. Злюсь. Постараемся опуститься. А вот что там есть в этой гости? То есть, ну, он бегал за другой раньше. А сейчас ему нравились вы, и человек меняется, человек растет. И это нормально, что сейчас ему нравились вы, а когда-то нравилась другая. Т.е. Человек меняется стрельцать, возможно, он просто смог стать более решительным в отличие от того периода, когда он не смог. И так далее. Или вы признаете, что он просто ищет, ну, ищет у вас какую-то палочку в ручьи, аучку может быть, такая может быть у вас ставится, если суть, они не вернутся себе в первую очередь, потому что вам нужно именно вот проявление чувств, да, и проявление чувств именно определенным образом, если чувство определенным образом вам не проявляется, то вы, соответственно, сразу чувствуете себя хуже, гораздо хуже, вот, и здесь надо бы обратить внимание на вашу ситуацию, обратить внимание на то, как вы воспринимаете себя, обратить внимание на то, как вы видите себя и как вы относитесь, собственно как вы относитесь, ну, как ты вот, я бы сказал, ну, сам, сам, я бы так сказал, вот, понимаете, да, что я имею ввиду? Дальше идем, эм, так, значит, эм, не верю в пригора, вот, видите, а вам, эм, сложно, эм, допустить, эм, что, вас любят, почему? Потому что, скорее всего, вам, эм, труднее, эм, признать, что любят вас, эм, что быть остальной любви, точнее, эм, вот, как правило, то это бывает именно так, ну, как правило. Поэтому, эм, важный момент, вот здесь, это, опять же, то, как вы относитесь сами к себе, как вы воспринимаете с, эм, с себя сами, вот, насколько вы, эм, качественно к себе относитесь и, эм, ну, ну, принимаете ли вы себя, вот, если да, то как это проявляется, как проявляется то, что вы себя принимаете, вот, я готов бы очень в этом, эм, разобраться, вот, потому что, на мой взгляд, здесь есть, эм, трудности и, к сожалению, не самое, эм, немаловажное, скажем так. Дальше, эм, что делать, чтобы что, лучше пригодиться часто, но делать тем более, это же не понять, что я же себе жизни не дам. Он будет приказаться ко мне, а меня воротить от них на том, что он, так, что и делал. Ну, здесь, эм, вы сравниваете, сравниваете с собой, э, с другой, и, по факту, да, вот, доказательство того, что нужны именно вы. Здесь у вас, ну, есть, э, определенные трудности с, э, как мне кажется, э, чувствованием, э, своей собственной ценности. То есть, э, ну, вы не ощущаете свои ценности, и пытаетесь, вот, ее, эту ценность, я имею ввиду, подтвердите, пытаетесь ее, я имею ввиду, свою ценность, э, как-то, вот, увидеть, а, э, сделать это, э, вы можете, э, только, когда выбирает вас. Вот, вероятно, э, отношения с, э, э, мужем, э, вот, своим, э, бывшим, э, у вас, э, выстраивались, э, похожим опытом. Вам хотелось бы на вас выплатить, вот, но, э, 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 из-за отсутствия чувств, э, у вас к нему, э, вот, э, э, этого сделать не получилось, э, не получилось. Так, э, причем у меня никогда такое, э, шизофрения не было, это не шизофрения. Э, э, сыпались в прошлом, но такого я не успел, а, например, плавать на гусорку какой-то. Ну, это импринт, то, что вы переживаете, можно в какой-то степени назвать импринтом, а что такое импринт, вы можете, в принципе, почитать в интернете. Вот, я не хотел бы всё об этом говорить, не говорить. Вот, значит, ну, прямо сейчас это долго будет. Просто могу сказать, что одно наслоилось на другое, вот, и, соответственно, на вас так влияет, поэтому ничего удивительного здесь нет. По-другому, то, что вы делаете сейчас, на мой взгляд, да, это обесценивать, обесценивать свои, через свои переживания вы обесцениваете. Вот, называя себя теткой, называя себя, там, щезоприничкой, и так далее. То есть, эта история про обесценивание. И вам это важно заметить, заметить, что вы себя обесцениваете. И, по возможности, может быть, с помощью психолога, вот, это делать в первой статье. Потому что, только не обесценивая свои пожелания, не обесценивая свои чувства, какими бы они ни были, вы сможете двигаться вперёд, вы сможете двигаться дальше. И вы сможете быть счастливой. Вот. Совершенно, неважно, кстати, с этим человеком, да, или с любым другом. Вот. Потому что вы сможете быть, вы сможете быть с собой. Вот. Это довольно, довольно важный момент для вашего личного роста. Как мне кажется. Вот. Ну, по крайней мере, вот с такой позиции, с такой точки зрения. Вот. На этом всё, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!